Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, с вами Руслан Жукаев. Сегодня в Карачаево Черкесию прибыл заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента, член Академии российского телевидения Рифат Сабитов. С ним встретился глава республики Рашид Темрезов. Повод приятный. Глава Карачаева Черкесии присвоил гостю звание заслуженный работник культуры Карачаева Черкесии за его личный профессиональный вклад в развитие региона и поблагодарил руководство ВГТРК за внимание федерального канала, особенно в год столетия республики. На церемонии побывала Мадина Карагетова. Эту встречу скорее можно назвать дружеской, чем официальной. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов тепло приветствовал заместителя генерального директора телеканала «Россия-1», руководителя регионального департамента Рифата Сабитова. Отметил, что он, как и всегда, рад встрече и выразил благодарность за информационную поддержку, которую ВГТРК оказывает республике при освещении происходящих в ней событий и преимущественно положительных. В этом году мы провели праздничные мероприятия, посвященные столетию республики. Жизнь здесь, конечно, ВГТРК нас, как всегда, поддержала, в том числе и по мероприятиям, которые проходили и в Москве, и в столице нашей республики, в городе Черкесии. Многие увидели, посмотрели на то многообразие культуры, искусства, спорта нашей республики. Поэтому от меня лично вам слова благодарности и попросил вам передать слова благодарности Олегу Борисовичу. Спасибо. Заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов, в свою очередь, передал слова приветствия и благодарности руководству Карачаева Черкесии, генерального директора ВГТРК Олега Добродеева за многолетнее доброе сотрудничество. В Кавказе, с республиками, в Кавказе особое отношение всегда, учитывая культуру, самобытность, историю. Здесь сетки вещаний построены другим образом, достаточно большое. Я люблю вещания, телевидение, радио. Мы правильно сказали, что это столетие трех республик, широко отмечалось, в том числе большой праздничный концерт в Кремлевском дворце Слезнов. И запись была, и трансляция, 2 часа 40 минут. Это действительно, оно того заслуживает, и, в общем, действительно, всегда все положительно, что происходит здесь, на республику, на местном эфире, и обязательно на федеральном эфире. Поэтому еще раз спасибо за поддержку нашей компании, за наше доброе сотрудничество. Здесь все вместе у нас помешится. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов подчеркнул сплоченность коллектива ГТРК Карачаева Черкесии, а его слаженную работу, умение правдиво и качественно передавать информацию. Отметил, что телевидение – это проводник между органами власти и населением, прямой и доступный. Очень часто журналисты ГТРК Карачаева Черкесии указывают власти на болевые точки. Даже где-то благодарен, потому что некоторые вещи для себя отмечаешь, где-то там чиновничные, главное, замыленные, а средства массовой информации, в данном случае телевидения, оно даже тебе в этом вопросе большой помощи. Поэтому коллектив слаженный, профессиональный, знающий все плюсы и минусы, которые сегодня есть в республике. Поэтому у нас в этом плане абсолютно взаимодействие, полный контакт. Спасибо большое. После обмена мнениями глава республики приступил к своей приятной миссии – вручению заслуженного звания. Указ главы Карачаева Черкесской Республики за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие российского телевидения и радиовещания, присвоит почетное звание заслуженный работник культуры Карачаева Черкесской Республики Сабитову Рефату Абдул-Агаповичу, заместителю генерального директора, руководителю регионального департамента, федерального государственного унитарного предприятия, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, глава Карачаева Черкесской Республики Рашид Борисович Тимрезов. Рефат Сабитов – кандидат политических наук, заслуженный работник культуры, лауреат премии правительства России в области науки и техники. С 2020 года входит в состав общественной палаты, был избран председателем комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. С 2015 года входит в состав жюри премии ТЭФИ. В Карачаево-Черкесию Рефат Сабитов прибыл в рамках 21-го Всероссийского телевизионного фестиваля ТЭФИ-регион, который в этом году стартовал в Черкесске. Мадина Каракетова, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия. Карачаева-Черкесия впервые стала местом проведения Всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ-регион. Около 500 представителей разных регионов страны приехали в Черкесск не только ради первенства одной из 18 номинаций, но и чтобы принять участие в мастер-классах под руководством опытных тележурналистов и медиа-менеджеров. Об открытии конкурса, которое состоялось накануне в сюжете Артура Мхце. Юбилейный для Карачаева-Черкесии год уже подарил нам немало запоминающихся мероприятий. Открытие еще одного состоялось накануне в республиканской столице. В КЧР приехали около 500 журналистов со всей России, чтобы выявить претендентов на победу в престижном телевизионном конкурсе ТЭФИ-регион, финал которого пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге. Я приехала из Челябинска, меня зовут Ксения Продай, мы с вами коллеги ГТРК «Южный Урал». Наша телекомпания представила две работы. Информационный выпуск новостей, вести праймовый выпуск в Черни и специальный репортаж о добровольце, который поехал с миссией вывести мирное население из места боевых действий. Первый день конкурса в некотором роде знакомства людей, объединенных общим делом, тележурналистикой. Я, во-первых, вас хотела бы всех поприветствовать, чтобы все приехали в гостеприимный город Черкесск, в Карачаево-Черкесии, где нас ждали, где нас будет, несмотря на то, что идет дождь, нас будут греть сердца наших гостеприимных хозяев, и где нас с вами ждут несколько дней общения, когда приятно осознавать, что даже в сложной ситуации ты не один. Так вот, вы не одни. Среди членов жюри немало известных имен. Некоторые из них – частые гости Карачаево-Черкесии. Телеведущий Дмитрий Дебров поделился с более молодыми коллегами своими впечатлениями от прошлых посещений курортов республики. Если не съесть хычин, здесь, считай, не побывал. Хычином тысяча видов. Есть и сыром, и без сыром, с картошкой, без картошки, с хлебом, без хлеба. В смысле это? Как угодно, господа, вы обязаны простить хычины. Без этого, без смысла. Еще одно. Дорогие друзья, Карачаево-Черкесская земля подарила нам крайне важную литературную часть. Лыжи у печки стоят. Могу я спросить, у какой такой печки стоят лыжи Юрьевича, Бизборда? Они стоят у Карачаева-Черкесской печки. Дорога, по которой вы будете ехать, это дорога по колени. Сегодня в программе мероприятий экскурсия по Карачаево-Черкесии, а также мастер-классы от известных тележурналистов и медиа-менеджеров. Артур Мухцей, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сотрудники Главного управления МВД России по СКФО собрали гуманитарную помощь для жителей Запорожской области. Полицейские уже второй раз выходят с такой инициативой и на собственные средства закупают необходимые продукты питания. Инициативу сотрудников поддержал начальник Главного управления генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, который считает, что любая оказанная поддержка в данный момент очень важна для наших сограждан. В этот раз полицейские собрали 10 тонн продуктов – муку, картофель, крупы, консервы и все то, что так необходимо жителям теперь уже российских городов. Гуманитарный груз будет передан администрации области для дальнейшей адресной помощи. Наша работа по доставке гуманитарной помощи будет продолжаться столько времени, сколько понадобится для полного восстановления нормальной жизни каждого россиянина в недавно присоединившихся в регионах России, отмечают в окружном полицейском главке. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня день учителя. Поздравления принимают те, кто внес неоценимый вклад в образование. Удостоилась высокой награды учитель математики средней школы Станицы Зеленчугской Юлия Александровна Копалкина. Накануне премьер-министр страны Михаил Мишустин вручил ей благодарность правительства России за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу. Глава республики Рашид Имлезов поздравил педагога и отметил, что Карачаева-Черкесия гордится ею. Учитель высшей категории Юлия Александровна с достоинством продолжила династию педагогов. Еще ее прапрадед заведовал сельской школой. А по пятам на стезю учителей вступила добрая половина семьи уже несколько поколений. Пару лет назад Юлия Копалкина вошла в тройку лучших классных руководителей России в финале Всероссийского конкурса «Воспитатель человека». Ранее, став лауреатом конкурса, учитель года вошла в число 15 лучших учителей России. В поселке Метногорске, расположенном в уютном уголке нашей республики, в самой обычной школе учит детей азбуки совсем юная учительница Ольга Свербиева. Молодой педагог поделилась с Фатимой Дауровой откровенным объяснением, почему она выбрала одну из самых интересных, но сложных профессий. Встроенная девушка в небесно-голубом платье с легкостью могла бы пройтись по подиумам домов высокой моды. Но каждый день каблучки выстукивают по школьному коридору к кабинету, где ее ждут любимые ученики. И начинается волшебство просвещения. Любознательные взгляды младшеклассников неотрывно следят за каждым действием своей учительницы. Потливые умы детишек ловят каждое слово и сохраняют их в закоулках памяти навсегда. Эта особенность проявится потом, в более зрелом возрасте, когда подсознание слегка выдать заученные правила или лирические строки классиков. История молодой учительницы, которая горит своим делом, не спит по ночам, часами готовится к урокам и искренне обожает детей, началась ровно 8 лет назад. Начинала я с грубо продленного дня. Пришла в школу. Сразу же, конечно, было сложновато. Первый день я пришла домой, расслабилась, думала, что очень сложно. Каждый раз все где-то пересчитывала, потому что очень ответственно отношусь к этому. А потом я втянулась, полюбила детей, дети полюбили меня. И проработав три года на группе продленного дня, уже набрала свой класс. Вот сейчас, на данный момент, четвертый класс, это мой первый выпуск. В следующий год уже будем набирать первоклассник. На вопрос, что удерживает вас в вашей профессии, Ольга Михайловна ответила, не задумываясь. Знаете, вот больше всего дети. Честно, любовь детей, вот их отдача, это самая ценная, наверное. Потому что, вы сами понимаете, что в наше время профессия учителя невысоко оплачивала. Поэтому материальных вообще никакого у меня интереса нету здесь абсолютно. Именно вот в первую очередь любовь, отдача, каждый раз улыбки, объятия их. Вот это очень ценно для меня. Тянущиеся вверх маленькие ручонки – гордость Ольги Михайловны. Красивым учительским почерком выставляется заслуженная оценка, результат совместной работы, тандема учителя и ученика. Индивидуальный успех каждого ученика и хорошие учебные показатели класса в целом – вот к чему стремится молодой специалист. Профессиональную хватку младшей коллеги по цеху отмечают и более опытные учителя, которые были в роли наставников. Семь лет назад в класс ко мне пришла Свербиева Ольга Михайловна, воспитателем группы «Продленного дня». Это была молодая очень и хрупкая, можно сказать, маленькая девочка, которой не было ни опыта еще, практически ни образования. Она училась на втором курсе педагогического училища. Но хватку она показала, знаете, с первых дней. И она показала себя, знаете, как сразу учить было приятно. Она как губка брала все, что можно. Старалась, знаете, каждое слово мое ловить. Вкладываясь в урок, появляется удовлетворение, чувство, что жизнь проходит не зря. Именно ради этого чувства я готова не спать по ночам, а работать и самосовершенствоваться, признается девушка в голубом. Искреннее отношение к себе улавливают и дети. У меня учитель Ольга Михайловна Свердбива, она очень хорошая, добрая, всегда поддержит, если что-то объяснит. Нам всем она очень нравится. Она с нами с первого класса. Еще, если у кого-то что-то, допустим, не получается, то она подходит, не ругает, допустим, за то, что спросил. Ну, в общем, очень хорошая учительница. Мы не хотим больше на другую ее никакую променять. Она вот самая лучшая. Каждый день недели – новое открытие большого мира для маленьких детей. И проводником в этот мир неизведанного неизменно является учитель. Фатима Даурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево-Черкесия, Медногорский. Это все вести на сегодня. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Чайки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова